Добрый день дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в студии, в киностудии можно сказать? В киностудии 3Т у Никиты Мих... извините пожалуйста, все не так, я нахожусь в студии 3Берега у другого режиссера, в Москве, в Екатеринбурге, у Евгении Берег, который сейчас скажет, у нас такая привычка в передаче, что каждый называет себя сам, потому что можно ошибиться. Я вдруг скажу известный кинорежиссер, а оказывается очень известный, вот из-за этого очень мы поругаемся и не будем никогда дружить. Давно знакомы, но так получилось, что творчеством не занимались, потому что нас общие знакомы, нас долго мурыжили, потому что снимаем кино, не снимаем кино, и мы решили кино снять сами. Я Евгений Берег, да, режиссер на сегодняшний момент фильма «Зачем искать умершего отца». Вот только одного фильма? Вот сейчас, да. Нет, ну а в целом? А в целом, в целом, просто творческий человек, который мы в течение жизни занимались разным процессом. Мы рисовали картины, мы делали скульптуры, мы занимались полиграфией. Но образование? Никакого. Никакого. Но и юридическое образование на самом деле. Я почему спрашиваю, потому что, я как считаю, опять о чем, невозможно научиться искусству. Я вот о чем хотел поговорить, потому что в основном сейчас ситуация такая, все смотрят телевизор и говорят, ну что такое, что это за говно такое, что за фильмы какие-то вообще непонятные и так далее и тому подобное. Кто это все пишет, кто снимает, зачем это все делать. Известно, кстати, кто пишет и снимает. Да, и хотелось поговорить, а чтобы куда-то они выгляделись, те великие журналисты, писатели и так далее. Что происходит сейчас? Надо базовые вещи рассматривать. Базовые вещи в чем заключается? То, что существуют элиты. Политические, финансовые, творческие. Ну, естественно, да. Значит, задача творческих элит – транслировать смыслы от политической элиты в население. И все. И все. А вот это вот творчество – это все ерунда? А, транслировать. Транслировать. Если ты транслируешь, то ты нормально. У тебя есть студия, есть машина. Да, да, да. А если ты не транслируешь, значит… Поэтому, значит, а если ты до тех пор, пока ты в элите не попал, как бы в пул этот элитный, ты снимаешь все, что хочешь, говоришь все, что хочешь, делаешь все, что хочешь. Никто не трогать. Ты никому не нужен, потому что ты никакой погоды не делаешь. Поэтому на улицах там припевают кое-что к асфальту. Говорят, ну, посмотрите, я талантливый. А ему говорят, нет, все равно нет. Да, то есть… Ну, я с этим согласен. Обязнись, точно. Поэтому в какой-то момент, вот с 90-х годов, вдруг такая надобность в трансляции политически, вот это как бы с верхнего уровня вот этих всех смыслов, она слегонца как бы размылилась, и, значит, полный беспредел начался. То есть люди посчитали некоторые, что они входят как бы в творческую элиту. И снимать что хочешь. Да, на самом деле, как бы, вот элита начинается с того момента, когда начинается транслирование смыслов с политического уровня. Согласен. Все. До этого, как бы, делать все, что… Мне вот нравился, почему мне Караваджо всегда, вот, я привожу пример, когда начинает там о свободе искусства, там, еще чего-то там. Я говорю, ну, все же ведь писали для кого-то, да, вот картины, там, есть заказ, ты художник, может, там и лучше были. И вот история Караваджо, который там рисовал-рисовал для церкви нормальные, там, картины, потом начал для рыцарей рисовать. Не так нарисовал, его гоняли всю жизнь до самой смерти. Неправильно протранслировал идею. Ну, так же ведь получалось. Хорошо, а как тогда Ван Гог, где у нас находится? Ван Гог находится, мне кажется, как раз в ситуации, когда начали разбираться, от кого произошел человек. Даже так? Да, я думаю, да. То есть, вот это вот искусство того времени, когда определялись с Дарвином, Дарвин пошел, и это надо было все поддержать антиискусством каким-то. Потому что Дарвин был антинаучный, вначале, да ведь? Ну, была наука, да, там, Зевс, там, еще кто-то, да, он говорит, да не, ну что, обезьяны. Вот, и они транслировали, вот эти художники, они транслировали, как бы, вот эту идею о том, что, ну, вот я вот так рисую, и вот. Не, не, а Ван Гог-то, Ван Гог-то. Ну, вот, там он и был. Антиискусство, Пикассо, все там. Не, ну, у меня тут как бы другая тема. Ну, давай, да. То есть, почему получается? То есть, первый пункт мы, да, как бы, закрепили, что творческая элита, те, кто транслирует смысл с политического уровня. Да, конечно. Мы просто, я пользуюсь, как бы, философской такой конструкцией, которая, как бы, мне помогает. Дорогие друзья, мы хотели о Дарвин говорить, но уже все. Поехали о творчестве. Да, значит, для ориентировки в пространстве. Ну, а что Ван Гог? Нет, 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 я в Дарвин Гог, значит, я рассчитываю, примерно, таким образом, что все население поделено на четыре группы. Первая группа, по закону, по этому все делится, 80-20. Так. Все население, 80% это люди правил. Так. Люди правил, это те люди, которые... Согласен, все, все понятно, понятно. Вторая группа, значит, получается 20% от ста, получается... Которые правила нарушают, не создают новые. Нет, ничего подобного. Нет, это люди выгоды. Люди выгоды. Люди выгоды. Бизнесмены. Ну, не согласен. Ну, так хорошо, так я просто расскажу. Потом, опять же, по закону Парета 80-20 делятся, значит, художники и творческие люди, и остаток делится еще раз по 80-20, получается как бы философы и просветленные. То есть, в итоге, получается, расклад такой 80, первая группа, процентов 16, вторая, третья группа 1,6, и получается и 0,8. Что-то типа того. Вот, получается, что произошло? Издалека начал. Дорогие друзья, вот так снимается кино. Представляете, что творятся с артистами потом? Почему артист плохо играет? Он наслушается режиссера. Да. У него голова взрывается. Нет, это что-то, наоборот, ясность прямая становится, конечно. Да, так. Что произошло? До 70-х годов люди творчества, люди искусства, они обращались непосредственно напрямую к населению. Это до 70-х годов какого? Вот века прошлого, да. Того века, 19-го. Обращались непосредственно, поэтому были такие, ну, я, западные, допустим, варианты, когда человек выходит и пишет, я не буду говорить, кто, я вышел со студии. В драных джинсах, но у меня в кармане лежит чек на 2 миллиона долларов. Я говорю, что? А вы подстраиваетесь, да. Понятно, что основной массе народу это неинтересно, даже близким друзьям, потому что когда он сумасшедший снимает что-то и так далее. Вот, но, но, ситуация ведь еще какая, все равно же сейчас, вот я речь-то там говорил, да, у тебя телефон, фотоаппарат, ты уже студия, ты уже там все-все-все. Это размоет ситуацию вообще, транслирование видных идей? Нет, дело в том, что тут количество в качество переходит. Ну, то есть, допустим, раньше можно было снимать только на пленку, на одной бобине 10 минут, там 900 метров пленки. И ты не мог быть киношником, потому что у тебя к аппарату к этому не подпустил. А сейчас можно. Потом, значит, такой взрывной спрос как бы появился на аппаратуру. И сейчас количество, сейчас, кстати, время интересно, когда количество переходит в качество. Я вот качество, я почему говорю. То есть, это поэтому ожидается качество. Ожидается, поэтому как бы и нужно, вот, допустим, то, что Эдуард, допустим, сделал по кинофестивалю, поэтому это нужно делать. И то, что он это сделал, ему просто вообще честь и хвала, потому что любое добавление в копилку количества, потом перейдет в качество. По-любому? Да, по-любому. Потому что, если это никто не будет делать... Ну, это как с электрогитарами, да? То есть, изобрел изобреление электрогитар, музыкантов стало. Да? Просто взрыв какой-то был, вот в те 60-е годы, да? Ну, 60-е, 70-е, 70-е, немножко 80-е, наступило эхо клонирования. Да, да, ну, там уже дальше пошло, но действительно произошел взрыв, и этот взрыв, вот, допустим, по музыке до сих пор больше не происходит, потому что ничего нового не придумали пока. Да, 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 да. Вот, в плане кино, мне кажется, придумали, вот это вот все, все можно снимать, и тоже сейчас готовится какой-то взрыв, потому что, действительно, малое кино заменяет большое. Вот мы сейчас сидим, уже снимаем, легко. А мы уже сидим, а мы уже сидим, мы кино снимаем. Да, вчера здесь кто-то, кто-то, раз в кадре прошел. Да, кто-то уже. Ты что здесь ходишь? Да, да, да. А я здесь живу, да ты что? Взрыв-то когда ожидается? Взрыв? Когда ментовский войн-то закончится? Значит, надо отслеживать символы. Так. Отлично, вот здесь ослежу символы, и все становится понятно. Значит, Егор наш, мальчик наш, навел на очень интересную идею. Он, значит, такой философ по складу. Сын. Музыкант, да. Сын, да. И он говорит, что, вот давайте рассмотрим такую тему, когда цветы, вот само цветение, что цветение, это как бы есть высшая форма творчества, но на самом деле она как бы бесполезная. Ну, цветение, цветение, что есть, что его нет, как бы нет. Ну, да. Главное, дерево, дерево, да, дерево, цветы, отцвели там кратковременно, и все. А дальше и плод, да. Ну, плод бывает так, что цветы есть, а плодов же нет, как бы по... Цветы, как некая субстанция, которая как бы, в общем-то, бесполезная, но это есть творчество. Недавно, значит, что было? Ну, опять же, люди, люди выгоды, захватили всю поляну, которая касается музыки. Что же они загадывали? Да, они просто, это деньги, это огромные потоки, как бы еще захватили. И что стали делать? Стали делать искусственные цветы. Не настоящие цвета, искусственные. И эти искусственные... Поющие трусы, я бы называю. Ну, и в том числе, да. И стали активно продавать искусственные цветы. Но они же продаются. А вы объясняли так, потому что продаются, потому что, как бы, мы благодарны искусственным цветам только за то, что они похожи на цветы. И все. Дальше, значит, совсем недавно в Москве горел склад. Площадью то ли три тысячи квадратных метров, то ли две. Ну, короче, огромный склад с искусственными цветами. Склаг. Это символ вообще конкретный. Это символ. Это было, вот, буквально, может быть, месяц назад. Огромный склад с искусственными цветами сгорел. Нет такого ощущения, что... Олег, значит, сейчас, раз он сгорел... Не-не, я помню. Отсчет, сейчас насчета что-то другое. Вопрос еще один, который меня тоже... Я об этом часто пишу. Но ведь вот сами люди искусства, они же сами все это создали. Они сами стали... Раньше их хоронили за городом, лицедеев. Ну, да, было делать. Вот. А потом вдруг выяснилось, что это лучшие люди мира. Они стали друг у друга сами себя хвалить, сами себя любить. Профсоюз. Профсоюз такой. Звезды, звезды. Получается, там, ты в одном кино снялся, уже всех уже жизни учишь, там, и так далее, и тому подобное. И мир-то, вот, по большому счету, убивают именно они. Вот эти вот, в кавычках, звезды. Потому что они же только вещают. Всем остальным некогда. Ну, и не дают. И не дают. Они вещают и вещают. Они уходят. То есть, я к чему? Само по себе искусство вредно. Нет, тут надо брать, опять же... Большое искусство, большое искусство, оно вредно. Надо брать критерии. Ну, как нет? Объясню, почему. То есть, надо брать критерии, опять же, базовые. Ну, это сейчас опять придем. Ну, творчество и ремесло. Вот просто два взятия, два параметра. Творчество и ремесло. Творчество – это создание того, чего не было. Не согласен. Эти люди нам нужны. Нет. Творчество – это когда вот юрист вдруг почему-то умеет рисовать. И рисует. Ну, так хорошо. Это не противоречит? Нет, это дано сверху. Вот. Это творчество. Когда тебе это дано. Вот. Ты не учился нигде. Ничему. Я не учился нигде. Не противоречит рисовать. То есть, я понял, что я умею рисовать. Я рисую, и ни один художник не скажет, я рисовать не умею. Я там критикую. Ты что умеешь? Я говорю, да. А, ну да, конечно. Я к чему говорю? Вот. Оттуда. Ну, я не знаю, у кого какая антенна. Да. Вот они. Они. Это творчество. Все остальное. Если ты чему-то научился, это уже не то. Я там же и говорю. То есть, есть тренинг творчества. Это создание того, чего не было. Почему не было? Не было. Просто не догни. Нет, это уже не будет ремесло. Почему-то нужно. Человек отлично умеет, допустим, делать глиняные горшки. Ну, да. Профессионально. Просто лучше никто не делает. Но все равно это ремесло почетная вещь, конечно, качественная. Но творчество это как раз создание того, чего не было. Потому что, когда человек придумал электрогитару, а до этого не было, так это вот создание того, чего не было, это круто. И нам такие, я что хотел сказать, нам люди такие нужны. Они копилку количества экстракторов. Давай про кино. Да. Потому что же у нас передача про кино. Куда мы ушли? Накурились, блин. Да шуша. Слушай, смотри, какая ситуация. Вот из режиссеров кто близок? Ну, так вот. Я же все раз. Так вот. Сходу так вот. Опа. Сложно сказать. Самое главное, мне кажется, не надо в эту сторону вообще как бы смотреть. Почему? Потому что, нет, я про личность. Иначе... Я о роли личности в истории. Мне камера нравится, как человек, который создает себя какие-то гигантские какие-то процессы. Создает вам один фильм, не знаю, 5 лет Аватара. Сейчас ждут уже сколько? Ну да. В 14-м году в 15-м, что Аватар понравился? Аватар? Ну это же прорыв реально, как бы с точки зрения технологии, по подходу, конечно, да. И потом просто, допустим, я смотрю, как он с Титаником, допустим, работали. Экспедицию сделали, опустился, этот Паваник сфотографировал, 12 специалистов какие-то собрал по всем направлениям, как бы темы, потратил какое-то немеренное количество... Это вам не челюсти, да, акулу из Павлева? Нет, просто интересно, как бы, мне нравятся люди, которые создают какие-то процессы, вот эти вот, хичкок мощные, хичкок, ну, не знаю, это как бы хичкок, это как Битлз. То есть ничего такого не было, и вдруг бах. И вдруг бах. Да, а если бы сейчас хичкок был, ну, как бы его, ну, как бы, ну, не так бы прозвучал. Потому что, когда ничего не было, потом раз хичкок, это круто, а вот когда много всего, хичкок, это как ужасно, совсем не так, да. Смотри-ка, я почему про хичкока? Сейчас война что у нас идёт? Между англосаксонами? А, да. Идёт, чего сейчас она всегда идёт? Она всегда идёт. Ну, сейчас вдруг выяснилось, что идёт. Потому что мы думали, что не идёт, а она как шла, так идёт. Это борьба мировоззрения. Я вот сейчас думаю так, что вот смотри, какая ситуация. Вот мы снимаем, вот в России, да, у нас всегда кино было про любовь. Даже когда война, всё равно про любовь. Потому что язык такой. Сейчас я про языки расскажу. А у них, вот мы, мы не умеем снимать ужасы. Триллеры. Мы не умеем снимать. У нас таких фильмов нет. У нас язык, русский язык, это язык состояний. Так. Язык состояний. То есть вот бьются, знаешь, получается, добро со злом. Ну, да, так это какой-то пример. Ну, с тобой сговорим, да. Вот. Женится на ней. Ну, не могут американцы снять такой фильм. Нет. У них даже такого Теревердеева не может быть. Согласись. Не найти, конечно. Не найти. Согласись. Ну, там есть ребята, хорошо музыка пишут. Я, я, я не промываю. Я имею в виду вот именно. В сумме? В сумме, да. А у нас никогда не будет Хичкока. И таранкины. Да. Хотя некоторые пытаются, кстати, что-то сделать. Ужас. Да, я недавно смотрел уже. Вот. Вот идея в чем-то. Да. Язык. Потому что если русский язык, это язык состояний, он обиделся, он да-да-да-да. То есть все, любое сейчас сделать предложение, оно как бы будет говорить о состоянии человека. А все англо-саксонские эти языки, они языки формального как бы действия. Действия, да. У нас, допустим, вот недавно попалось стихотворение. Короче, возможность стихотворения, где нет ни одного глагола. Вот так, да? Тютчев или Фетт. Ага. Тут как раз тема была по русскому языку. В псих стихотворении ни одного глагола. То есть... Ну, не Фетт нравился, он дрался со всеми. Молодец. В западной территории как бы, в английском языке невозможно сделать стихотворение, чтобы не было ни одного глагола. Вообще ничего не понятно будет. Вообще будет непонятно. Поэтому, как у них парадигма там, у нас язык это язык состояний, а у них язык формального действия. Никогда мы с ними не говорили. Бесполезно. И копировать бесполезно. У нас даже вот же, давай вот как музыкант, у нас даже и рок другой. Чего бы там чёрное кофе там не пело, ну всё не будет. Ну не может быть. Не то. Не будет у нас «Лот Зеплин». Ну не будет. Но зато своя музыка ведь очень качественная была. Просто у них вот этот пиар, у них действие. Мы-то просто спели. Они не просто поэт, они это двигают. Не, ну там как-то всё это конечно нет. На самом деле там же музыка мощная. То есть Америка как бы, она же захватила как бы две поляны тоже. Кино и музыка. Да, да. Это же два самых каких-то, то есть визуальное воздействие. Ну они специально это всё. Ну почему специально? Это просто как бы это… Ну да. Лишние деньги так сработали. Всё-таки, да? У меня всё теория. Не, ну с другой стороны. В Америке очень много лишних денег. 18 миллионов. Я понимаю. Триллионов. То есть, ну всё равно, давай про музыку, потому что ну может так вообще, а что обо всём говорить? Да, да. Это в том числе и кино. Вот смотри, прорыв-то там в конец шестидесятых вот всё равно начался из Англии. Островное государство. И там вообще ничего было делать. Я к чему говорю? Вот смотри. То есть они почему весь мир завоевали в своё время англичные? Им делать нечего. Ну а что? Женщины некрасивы, потому что они же друг с другом, там у них вырождение же шло. Они хоть куда? Хоть в Индию воевать. Хоть лишь бы из этого вот сельпом убежать. И у них вот эта вот энергетика, действие вот именно вот английский язык. Действие вот. И они с музыкой так же. Ну нечего делать. Вот что они там сидят вот в этом колледже. Пойти некуда. Просторов нету. У них вот это всё вот накапливается и вырвается. Я к чему? И когда у нас был железный занавес, мы же огранили. Ну как бы огранили. И то же самое. Вот у нас такой котёл кипел, кипел. И выдавалось, выдавалось, выдавалось. Какие-то личности какие-то. Ну а потом. Там отвинтили дырочку, там пар вышел. Делайте, что хотите. Это неинтересно. И всё. Я к чему говорю. Всё-таки табуирование общества оно нужно. Вот сейчас говорит, вот нас там куда-то опять там. Нет. Хоть советы нужны? Нет. Значит, во-первых, все люди живут ведь на собственном, как бы на внутреннем самоцензурировании. Дома. Да, конечно. Человек, конечно, считает, что я вот могу это делать или нет. Но, допустим, кто-то будет снимать фильм про, не знаю, про какую-нибудь расчленёнку. Ну да. А кто считает, что я не могу. Ну, никакими деньгами человека не стимулирует. Я понял. Внутренне всё-таки советы нужны или нет? Мне кажется, не так однозначно всё. Да? Ну, хоть что-то же должно быть, что… Ну, как вот, допустим, девочки-пусераи зашли в храм. Ну. Станцевали. Так. Это шло именно как бы на 15 суток максимум. Им забабахали традиционную двушечку. А я сейчас, значит, ну-ка, ну-ка, ну-ка. И больше никто в храмы не ходит. Танцевать и что-то изгалять. Ну, не ходят просто. Потому что двушечку воткнули вместо 15 суток. А если бы дали 15 суток, они бы на 16 сутки пришли бы ещё раз с девчонками оторваться. Так это есть как бы… С одной стороны, получается, 15 суток дали два года. Несправедливо. А с другой стороны, никто больше не ходит. Давай, у нас осталось сейчас конец первой нашей передачи. Ну да, конец первой серии насло. Да, конец первой серии. Мы про кино не успели поговорить. Потому что я хотел поговорить. Тут по-фестиваль. Про Хичкова, про Хичковhip хотел поговорить, про Тарковского хотел поговорить. очень хотел поговорить про Михалкова, потому что раз я вначале ошибся, ну, надо было про него поговорить но это в следующий раз про свое кино вот смотри это уже художественный фильм давай скажем я дорос до художественного фильма у меня два вопроса первый, по каким критериям отбираются артисты, режиссеры вот как только быстро, у нас времени нет то есть основной вот такой первое это жанр, если жанр понятен значит ты подбираешь просто типажи, которые в этом жанре по лицу? нет, вот в сумме в сумме, у нас допустим фильм про музыкантов мы соответственно смотрели вокруг что происходит у музыкантов а что у них, кстати, происходит? у них пока ничего такого особого не происходит но идет накопление то же самое идет накопление, идет, чувствуется совершенно появляется в городе люди, которые на каком-то уровне совершенно на европейском там допустим они появляются и это все накопится надо просто видимо дождаться вот поэтому мы жанр музыкальный фильм поэтому у нас а фильм музыкальный? у нас там несколько песен нет, песен я слышал, но они грустные но они там и грустные, если не грустные всякие разные история про музыканты для меня музыкальный фильм это вот Юрий Антонов, который вот эта музыка взорвал вообще все для меня музыкальный фильм это все фильмы Рязанова тоже в каждом фильме Рязанова по 8 песен классно а где и главное смотришь а потом говоришь а так 8 песен да но у нас не в этом смысле музыкальный у нас просто история про музыканта ну я понимаю, да и очень совершенно классный у нас главный герой Евгений Ростов просто человек а у тебя этот ролик есть, да? вот как не где там они песни снимают а ролик про фильм уже готов ну нет, какой-то у нас просто пока не, мы в конце передачи его поставим просто, чтобы он был правильно же? ну да, он же поставил у нас же промо еще один вопрос вот смотри вот артисты, они почему вещать-то начинают? вот у меня вот этот вопрос возникает они ведь роль-то изучают, да? да, это очень важно, кстати а вещать-то почему начинают уже? они входят в роль и уже вот вещают уже кино кончилось, а он все вещает нет, происходит как бы пропитывание такое на самом деле допустим в인 сам себе начинаешь верить да, что первый съемочный день и 15 съемочный день и 20 съемочный день вы просто понимаете что человек ну вот Дженни допустим амб… он просто вот туда погрузился очень хорошо и очень качественно и допустим первый съемочный день и 20 видно что человек реально этим живет и очень хорошо это чувствует и же key потому что мы мы же не просто фильм заканчивается про Робин Гуда он все сид está А он в этом живет и к нему подходит, говорит, ну там как вообще, он говорит, ну странно, мы надо так вот руководить. Нет, нет, ну это, кстати, на эту тему очень интересно, как бы раньше, раньше же, как вот снимали на пленку, это 10-12 минут хронометраж, а сцена какая-то там, допустим, тревожная. То есть 12 минут, перерыв, пленку перезаряжают, все разошлись по домикам, эти пошли чай пить, через 10 минут сходят и опять там, опять то же самое. Так поэтому, если в западном кинематографе существуют некие процедуры для того, чтобы туда не попадать в глубину роли, настолько, что потом, кстати, все с ума. А у нас как бы перевернуто все, у нас человек как ушел, ушел, да, а потом, значит, говорят, о, такой артист, такой спился, в кадре-то это, в кадре-то нет, что он там сильно переживает, а в жизни он вот все туда уехал и не возвращается. И выходит, да, есть такое. Есть такое, но мы это отдельную тему разбирали, прямо вот когда в нашем фильме мы специально эту тему как бы разбирали, чтобы не погружаться, потому что в этих процессах очень много мистики. Допустим, я в фильме играю эпизодическую роль продюсера группы, как Хичкок. Ага, это все с Хичкока началось. До него режиссера никто не влезал, а? Нет, 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 нет. Потом начал Лизанов. А кто до Хичкока вылезал? До Хичкока не знаю. Я проверял, я про Хичкока много пишу. Идея какая. Идея какая. Я играю, значит, роль продюсера, а у главного персонажа, главного героя с продюсером, там как бы конфликт. У нее там конфликты со всем сторон, как бы. И вот у нас с ним конфликт. Он там, я ему говорю, ты должен вернуться, а он говорит, да пошел ты, выкидывай телефон в реку. Через несколько дней у нас с ним реальный конфликт. Вот просто вот в жизни вот как бы такой. Ну там, ну то есть не уходишь в это. А режиссеров надо жалеть? Нет. Их нет? Не надо. А вообще надо творческих людей жалеть? Их надо поддерживать. Дело в том, что жалеть это как бы не это... Любая жалость человека унижает, а поддержать человека, конечно, надо. Вот с поддержкой-то тяжело. Поддержка тяжело. Это отдельная тема, отдельная тема. Особенно я вот всегда говорю о близких людях, там еще о всех. Они никак вот не хотят поддерживать, потому что да, что там фигней какой-то занимается. Дорогие друзья, мы на такой ноте грустные заканчиваем, потому что... Не оптимистичные? Или оптимистичные. Никого не жалеем? Никого не жалеем. Помогай я просто. Что хочу сказать? Давайте мы поставим клип про фильм, да? О нем отдельно поговорим, потому что у меня есть там тема про Стивена Кинга. У него тоже есть роман про музыканта. Да мы сравним двух музыкантов. Вашего и нашего. Но по тому-то роману фильма-то нет? Нет, пока нет. Пока нет. Но может быть будет у него, потому что быстро все. Я почему вот, допустим, мне задают вопрос, он говорит, вот я там Стивен Кинга, потому что он смог сделать из романов кино. Вот это тоже очень тяжело, потому что вот это все вот бывает же, один роман, одно кино и все. Когда вот тебя штампуют и штампуют, ну за исключением там Дэн Браун, но он сценарий пишет, пишет не роман. А тут и романы и кино, вот это тяжело соединить. В пятницу будет, а в Тюзе, балет Анна Каренина. Нет, в пятницу будет просмотр фильма «Плен» в Пархаусе. Кстати, да, блин, ну вот. Нет, ну я понятно, я понятно в «Плен» пойду, чем... Меня просто интересует вопрос, каким образом, значит, покажут в балете поезд, кто его будет играть. Зачем музыкой? Без поезда никак. Вот, во-вторых, когда она заболела ангиной, и два мужика встали и сказали, нет, все-таки она «Полена». Она же почему под поезд бросилась? Она решила уточнить, почему ее все называют «Поленом», и что поезд ее откинет или раздавит. Вот. Как они это все... Я не понимаю. Конечно. Я не понимаю. А коня? Там же ведь кони. Музыка. Тоже музыка. Все музыка. Не понимаю. Но, друзья, посмотрим. Заодно и узнаем. Давай про «Плен» скажем, что «Плен» будет, когда у нас завтра, 28-го числа, в 7 часов. Так у нас передача-то выйдет через неделю. Почему? Завтра утром. Завтра утром? Давай сейчас смонтируем, ну все, какие проблемы. Давай говори. Дорогие друзья, значит, 28-го числа в «Пархаусе» состоится встреча с творческой группой фильма «Плен», режиссер Евгений Мечков, просмотр фильма и обсуждение фильма. Поэтому все, кто «Плен» не видел, и хотел бы еще раз посмотреть, приглашаю в «Пархаус» в 7 часов 28-го числа. Дорогие друзья, ну а я еще раз говорю, ввиду того, что я в гостях в студии, и Кости со мной нет, и мы снимаем не на свою камеру, а на камеру студии, да? Если студия успеет поставить фильм к утру, то давай, а если нет, ну, значит, так они работают. До свидания, сейчас все проверим. Знал я когда-то Андрея, кстати, Аристафьевича, великолепный был музыкант, к сожалению, он погиб, а вы так кто? И мне холодно, холодно, холодно Ребенка высадить в машину Без тебя так холодно И мне холодно, холодно, холодно Мне без тебя так холодно 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 Nathan, забыли Все проверим Н­ Соального Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok